Да, да, да. Так, слушаю вас. Так, я не против, что вы записываете, все выставляете. Может, вы задавали вопрос. Хорошо, давайте. Игнат Тихонович, такой вопрос. Почему соборы друг друга могут отменять, ну и кто главный из соборов? То есть, если взять 7 вселенских и 9 поместных, то вопрос поставлен так. Какой собор более важный? Так, все правильно. Ну и по смыслу соборную, апостольскую церковь, такой вопрос не ставится. А когда один другой отменяет, то предыдущие они должны под серьезное сомнение поставить, был ли там Дух Святой. Вот один из примеров, 100 главный собор России. В это время там председательствующим был Иван Грозный в будущем-то, он еще Иван Васильевич, там ему 15 лет, кажется, и было-то где-то. 100 глав, вот так и называется, 100 главы. Основные вопросы, которые возникли в церкви, неполадки, как устранить, там даже количество разрядов кваса, сколько делать богатым, которые в монастырь идут. Ну это требовалось, чтобы определенную, конкретную, как он, допустим, в армии служит человек, если ему метр девяносто, ему двойная порция по штату положена, двойная. А метр восемьдесят девять не положено. Ну иначе по-другому нельзя. И вдруг Никон отменяет этот собор, и никакого основания нет. Старообрядцы по-прежнему его придерживаются. На этом соборе люди были, и архиереи, которые канонизированы церковью. Это выходит под сомнение их, выходит то, что они думали неправильно, и даже сама святость, и канонизация. Но это я уже продолжаю дальше-то. Для этого должны быть веские основания. Ни один собор другой не отменяет. Такого нету вообще. Если отменяют, то они предыдущие называют разбойничьим. Но такое и было. В самом деле захватили власть еретики, они провели собор. Вот пятый собор вселенский, а его нету, ни одного правила написано. Там гремели мечи в зале. Там, говорят, под скамейками прятались. Потому что противоборствующие партии приходили не одни еще с воинами. Нанимали воинов. Да и воинов не просто нанимали, а напаивали. Вот один из примеров. Патриарх Феофил Александрийский. Это родной дядя Кирилла Александрийского. Он святой Кирилл Александрийский. Он так в святцах везде. А это его дядя. И он очень не любил Иоанна Златоуста. За Иоанна Златоуста поддерживали. И Иоанн Златоуст поддерживал. Были братья. Их три братья, их долгие называли. То есть они все высокого роста, и они где-то в пустыне. И он решил их судить. Судить не на своей территории. Приехал на корабле. Совершенно нарушил правила за правилом. Но он найти их не может. Братьев-то. А братья как свидетели против Иоанна Златоуста. Он патриарх Константинопольский. Это один из самых... Не один, а самый уже святой из всех. Самый плодовитый. 12 томов его. Литургия Иоанна Златоуста. И он, этот патриарх, приехал с большими дарами для царицы Евдоксии. А тогда царь был Аркадий. Безвольный такой царишка. Он нанимает воинов, напоил их и послал по пустыням искать этих братьев. Воины языческие. И они, допустим, вырываются в маленький монастырь. Сколько там вас? Где братья долгие? Я предполагаю, как это я уже сам рисую картину. Нет никого. Весь монастырь вырезали. Они прошли по пустыне, 10 тысяч монахов убили. Ну, вообрази даже сегодня. Вот Путину нужно найти какого-то человека. Там неправильный губернатор делает. Но он не может послать в городе убивать подряд всех-то. Ну, 10 тысяч. Это же люди сознательные, которые действительно не знали ничего. Убили, потому что они пьяные напоили. Так этого патриарха, православный, повторяю. Патриарх, высшее звание, святейший. По сегодняшний день никто не осудил. Хотя бы не его дела. Хотя бы опубликовали, что патриархи ошибаются. Что поступают как дьявол. Мало того, он совратил своего племянника, который канонизирован будет Кирилл. Когда, наверное, Златоуст умер, его канонизировали. Он никак не хотел его поминать, записать. Поминали их диптихи, называются. И тогда уж дальше уже написали. Я думаю, что это все уже монахи придумали. Что будто бы явилась Божья Матерь. И ему сказала, что Златоуст в раю ты поминай. Какое состояние было. И поэтому собор, если что-то где-то отменяет, нужно указать конкретно, какое правило. Есть правило временного содержания. Допустим, был епископ Корду, и к нему правило внесли. Он тот атакует, он принимается в Санне. Но он умер тот, и правило-то только личное к нему было. Оно и отошло, больше его нет. Но на него можно ссылаться. С ним-то так поступили. Почему со мной не так? Ответ один. Всюду и везде. Шестой Вселенский Собор, второе правило. Оно говорит, и сие правило, а уже в шестой, в шестой, это уже почти все прошли поместные соборы. Святые отцы уже все умерли, которые сказали, которые в книге правил их правил. Они говорят, все это сказали, трубы Духа Святого. Три слова можешь себе записать. Шестой Вселенский Собор, второе правило. Трубы Духа Святого. И сегодня, когда начинаешь говорить, священники, а они говорят, ну, правило это какое-то там, оно уже ушло, мы вроде не можем так делать. Люди там такие слабые, сегодня они не выдержат. Сегодня регламентируют применение правила епископ. Эти слова даже безумными нельзя назвать. Это антихристовые слова. Это антихристы в рясах. Они еще совершают, как будто литургия, уже ничего нет. Епископ отдали все. А епископ их больше половины голубыми, он как Андрей Кураев разоблачает, все показывает. Садомиты проклятые. Ну, а ты признаешь их благодатными? Я признаю. Признаю грех и признаю одновременно как. Не знаю как, так было всегда. Святые говорят, не смотри на его жизнь. Если его еще законно не отлучили, не предали нафями, ты можешь к нему не ходить, но не распускай молву. И не отрисай его благодатность. Вот весь ответ. Мне просто интересно, почему вот крещение сначала было с полным погружением, потом стало обливательным, а потом опять полным погружением. То есть смысл-то какой, я вообще не понимаю. И вот меня лежит специально. Ну хорошо, на обливательное крещение нет ничего, кроме анафемы. Это я понимаю. Мы все и поэтому... Они отменили, так они не просто отменили, они сейчас восстали против истины. Когда говоришь о правильном крещении, они какими угодно словами называют, то есть они переродились. Они не хамелеоны. Это люди совершенно другой духовной природы, сущности. У них внутри заложено служение дьяволу, антихристу. Никто их еще не знает. Почему многие святые отцы говорили, будет время, храмы будут открыты, будут золотить, восстанавливать, но ходить в них нельзя. Мы этого не знаем. Там и Кукша, и Кронштадтский говорили. Я могу целый список сейчас их взять и прочитать прям мгновенно. Я уже засчитывал здесь, это повтор будет. А вот как с ними? Да никак. Отойди от него, как от антихриста. Правила, данные для жизни. Я говорю, написано, в воде скрываешься, человек умер для греха. Выныривая из воды, он восстает для жизни во Христе. Кирилл Иерусалимский. Они ничего не смотрят. Да что вы, это главное... Главное это вера, это правильно. Но вера с водой, от воды и духа. Но у Леи веры никакой нет, они мочат их. И они как будто не видят, в каком состоянии народ находится-то. И если кто-то назвал этот русский народ, который сейчас есть недобрым словом... Вот сейчас в фильм там Леофан вышел, умирают от страха. А вы бы наоборот даже не так сказали. Понесут имя ваше неугодное, велика ваша награда. Но самой реакцией-то они показывают, что они не те. Если даже тебя неправильно обвинили... У меня сектант. А я не сектант, это моя награда. Он меня клеймит, а у меня за мной этого нет. К нам приезжают архиереи, служат. Вот если они служат сектантами, их всех отлучать надо. Люди говорят совершенно неразумные. Но для меня это награда. Награда. Когда вас понесут, имя ваше как не угодно, сыну человеческому. Вот так. Но за них я должен молиться. Одно дело наград, другое дело они погибают. Я ничего не могу сделать. Я вот сейчас слушал, сидит там Душенов. Он мне знакомый с одним представителем. Ну, прямо мгновенно могу сейчас показать. Прямо чуть-чуть, только с одной буквально минутку. Сейчас. Вот. Патриарх. Вот они сидят здесь. Называется, Патриарх идет на войну. Константин Душенов и Анатолий Степанов. Скоро ли церковь сменит рясу на маск-халат? Вот это да. На маск-халат. И вот они рассуждают. Ну, грамотно видно люди. И видно, что желают блага государству. И разбирают последнюю речь Патриарха Кирилла Гундяева. Все святейшие, святейшие, святейшие. Это богопротивное имя, святейший-то. Святой. Бог говорит свят-свят. И слово святее, святейших Богу нигде в Библии даже не называется. Святейшие два раза употребляются. К охраму на святейшем месте. И вера, святейшая вера ваша, Иуда говорит, апостол Иуда. И вот они говорят, и нигде ни слова из Библии. То есть, учитывая, видно политическую обстановку, и как она быстро меняется, как патриарх среагировал, никто этого не ждал. Да вы сроду не узнаете, что будет, потому что у Бога разнаряжено. А ты что делаешь на меня? Да ничего, я только когда половина дослушал, скорее на молитву. У меня нет одного. Я встал и дай, Господи, слез выплакать этих людей у тебя. Они не знают тебя. Они рассуждают вне тебя. У них ни одного слова нет о Духе Святом, о Святой Библии. А люди-то видно хорошие. Их видно, просто видно. Какие они старательные, все. Но нигде Бога не берут во внимание. Я сегодня приводил пример. Сейчас покажу. Деяния апостолов, 10 глава. И вот к Корнилию, когда пришли они, вот Петр, когда пришел к ним, говорит-то, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух, с большой буквы, сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. А сегодня какие послы, откуда? Ну, ты узнай, от Бога ли они? Даже пищу раздавать? Написано там, 6 глава Деяния апостолов. И то, изведанных силой Духа Святого людей поставили на это. Шестерых. В том случае, к числе Стефана. И дальше. Петр, садя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от Святого Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тебя и речей твоих. Ни о чем больше речи нет. Тогда Петр пригласил их угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ними, взял себе свидетелей, что если не так, что они заступятся за Петра. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Внимательно слушайте. Когда же Петр входил, Корнилий встретил его, поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань. Я тоже человек. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что иудеи у вас бронено сообщаться или сближаться с иноплеменникам. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Почему этим священникам, архиереям Бог не открывает, что искажать таинство нельзя? Нельзя веру в православную коверкать, нельзя ее выжигать в людях. Посему я, будущий, позван и пришел беспрекословно, потому что от Бога. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Ответ. Я для этого читал, для 30 стиха. Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа. И в девятом часу молился в своем доме. И вот встал передо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя и милостыни твои воспомянулись перед Богом. Сегодня какие молитвы и милостыни перед Богом воспомянутся, когда народ во тьме? Почему этих слов-то никто не слышит? Итак, пошли вы и опи и призови Симона, называемого Петром. Он гасит в доме кожевника Симона, при море. Он придет и скажет тебе, точка, неизвестно что. Точно спасал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, а слуги-то ничего не сказали об этом. Чтобы высушить все, что повелено тебе от Бога. Значит, люди-то приходят, и вот пришел Сорокин-то ко мне. Не ко мне он пришел. Ему желательно ответ от Бога услышать, что Бог повелевает. Так вот, что Бог скажет, что повелено тебе от Бога. Вот с этим вопросом ты ко мне каждый раз приходишь. Что мне повелено от Бога? А как ты его знаешь? Я всегда буду отвечать по Святой Библии. Это слово Божие называется. И тогда ты, несомненно, будешь знать, что получил ответ от Бога. Да предварительно молись об этом. Продолжайте дальше. Они вот постоянно приводят какой-то собор, не знаю, вот те латинян не перекрещивали. Они постоянно говорят, вот если они окропительно были и к нам пришли в православие, мы их не перекрещивали, это значит, мы можем окропительно крестить. Они вот такой вот довод приводят. Причем если латиняне, я вообще не понимаю. А кто вам этот довод приводит? Батюшки. Я в трех храмах был, чтобы поговорить о крещении полным погружением. Мне эти доводы всякие разные, дедахи приводят и все остальное. Ну ладно, слушай внимательно. Записывайте. Митрополит Киприян. 14 век. Я сейчас так вас вооружу, только записывай все. Крещение же святое, творите тако, не обливать водою, как латиняне делают. Латиняне знаете кто это? Католики. Но погружать в реке или в сосуде чистом, установленном на сие. Письмо к Афанасию. Дальше. Пятое, требник. При рукоположении все дают обет. Никогда, ничего произвольно не менять из установленного святыми отцами, святыми соборами. Написано, кавычки открываем. Крещается раб Божий, там Сергий, Игорь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И дальше. Этого священника у каждого в кармане при рукоположении требник. Без него ни один священник не служит. На каждом приглашении, не взводя его и возводя из воды. Где написано? Настольная книга священнослужителя. Запишите. Том 4. Настольная книга священнослужителя. Кратко. Страница 229. 232. 51-я страница, это еще есть, изданная в Москве 1979-го года. А, я скачивал, получается, это вы про Крещение. Да, про Крещение, да. Вот, смотрите. Считаем дальше. 1274-й год. Владимирский Собор. Что они, вообще не верующие, что они учат, это очень авторитетный был в истории русской церкви собор Владимирский. Запрет на обливательное Крещение. Только погружение. Это куда они дели? Они все скрыли от народа-то, они жульничают. Дальше, слушай. В 17-м веке при патриархе Филарете, запиши, патриарх Филарет. Это еще до Никона. До Никона. Это 1618-й, по 33-й год он был. Я вам даю данные-то какие. Обливанцев перекрещивали. Обливанцев, которые приходили с Украины. Запиши, обливанцев перекрещивали. Дальше. В 17-м веке, в 17-м, греческая церковь заняла резкое отношение к латинянам, католикам. После Константинопольского собора, Константинопольский собор, ну это наши учителя, а греки-то, нельзя их отрицать. Константинопольский собор, 1736-м году. Католиков стали перекрещивать. Католиков стали перекрещивать. Одна из причин, это обливание у католиков, кропление. Вот и все. Откуда вы это узнали? Богословские труды? Название книги. Богословские труды. Юбилейный сборник Московской Духовной Академии. МДА. Юбилейный сборник. Это так написано, я так выписал все. 300 лет. Называется. 300 лет я. Москва, 1986 год. Это вам сгодится. Поэтому обливание названо ересью. Не просто, а ересь. И поэтому священники, которые произвольно совершают обливание, должны быть извергнуты, если не прекратят эту погибельную практику. Небрежение, как призывающее проклятие Божие. Откуда это известно? Запишите где. То есть они под проклятием находятся. Иеремия 48, 10. И они будут уничтожены, священники эти. И их жалеть даже нельзя будет. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Дело Господне запиши небрежно. Ималахия 2.1.2 А теперь считаем. Стоглавый собор, это вся Вселенская Церковь, это не старобрядцы. Никаких тогда слов этих не было. В 1551 году. Глава 17. А детей бы крестили в церквах по уставу и по преданию святых апостолов и святых отцов, а не обливать водою, но погружать в три погружения, как написано в печатных служебниках. И так, погрузив крещаемого, по всем помазывает его святым миром и облечет его во все новое, прежде взявший его на руки преемнику, и поет Иерей Блаженный, им же отпустишься беззаконие, им же прикрышься гресси и прочее. А ком бы был один мужеского пола, а другой женского, больше того не подобает. Где это написано? Санкт-Петербург? Санкт-Петербург. 1863 год. 1863 год. 1863 год. Называется Стаглав. Это не старобрядцы выпустили. Императорская академия наук. Ну, что я сказал, не так. Дальше. Петр Могила, требник его, 17 век, допускал крещение только через погружение. Только через погружение. Это подтвердил Московский собор 1667 года. И патриарх Адриан. Ну, я не знаю, что, стоит ли все подряд выписывать это. Не надо, я это все скачал у вас. Это есть в интернете. Ну, ничего, это неплохо, что мы заново повторили это дело. Значит, перекрещивали. Почему перекрещивали? Потому что они некрещеные. Никто не говорил, что это второе крещение. Его не было. Крещение переводится словом погружение. Другого вообще нет у слова. И весь ответ. Они тоже вот из источников где-то мне говорили, я не помню, какой это собор, но где-то это написано, что латинян не перекрещивали. Я не помню где. Я еще не добрался до этого. Ну ладно, даже говорили. Но кто-то даже сначала оправдать. Ну да, 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 я согласен. Но кто-то после сказал. На каком основании, когда собор говорил? И ради чего бы это делали-то? Царобряцы крестят в полное, баптисты в полное, в полное. Все до одного. Сектанты все в полное. Хуже сектанты. Баптистов спросите, у вас поливают они? Ни в Америке нигде этого не делают. И вот теперь из речей патриарха Алексея Второго Ридигера, я еще прочитаю немножко. Сейчас крестится много взрослых. И им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами. Апостольскими. Через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеется баптистерия, чтобы не вызывать нарекания среди верующих, которые считают это строго неопоймым. Также многие, 98% служебных служителей, словно и не слышали нашего предупреждения, то есть патриаршего. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно, неспешно. Но поступающие жалобы, свидетельствующие, что о том, крещение совершается небрежно, вот сейчас мы считали, чтобы не совершать небрежно, поспешно, сокращаются часто, причем в сакраментальной его части. Все чаще стали слышать нарекания по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение треп. Такой священник позор для храма. Священник требует особой оплаты даже за крещение, венчание, отпевание, это уже настоящая симония. Таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступают жалобы и прошения о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треп. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы, окрещаемого вместо полного погружения. А дальше он говорит об этом еще. От священников жалобы пахнет табаком и водкой. Это позор для храма. Где написано? Официальная хроника Московской патриархии. Официальная хроника названия журнала. Номер 2. 93-й год. Страница 18-я. Номер 1-й, 3-й, 94-й год. Страница 34-я, 38-я. Изречено Московском в перехальном собрании. Вот и весь ответ. То есть, те, которые, священники, вам говорят, что отменено что-то, это безбожники. Волки лютые. И поэтому люди так и живут. Они не умерли для грешной жизни, они какие были, такие остаются. Искажение таинства влечет смерть. Они приговоренные. А вот 48-й стих, 10-й, вы прочитали Еремею сейчас. Проклят, дальше написано, кто делает, делает небрежно. И дальше. И проклят, кто удерживает меч Господень от крови. То есть, кто небрежно делает, на них Бог посылает меч, и ты их не имеешь права жалеть даже. Они приговоренные, отойди от них. Они проклятые. Потому что все есть. Река есть. Большие баптистерии уже строят. Все абсолютно. Ну, пойди в вашем, в Новосибирский храм старообрядческий. Спросите, за 300 лет, хоть одного по всему миру крестили, не в полное погружение ни одного, его сразу извергнут. Да что спрашивают-то? Это вера такая была. И во что ее исказил Никон? Почему патриарх Алексей сказал, каких бандитов напринимали в церковь? Бандитов. Это не мои слова. Слова патриарха, если хотите, то и святейшим назову его. Чтобы имел авторитет. Дальше. Ну, я так понял, что я с тюрьмя батюшками уже по поводу этого разговаривал. Все одно и то же практически говорят. Некоторые даже говорят, что там в Библии много нечеткостей. Так я вообще оттуда ушел сразу. И со своим другом начал беседовать, тоже православным. Ему начал доказывать, вот как раз вот по вашим высказаниям, по всем, по соборам, по всему, то, что скачал. И он со мной практически согласился. И сейчас это называется восполнить таинство. Правильно я это понимаю? Такого выражения, такого нет. Он не был крещен. Его нельзя восполнять. А они соединили миропомазание с крещением. Миропомазание – это возложение рук апостольских, означает. Оно совершенно отдельное. Оно может быть через три дня, когда угодно может быть. Но не раньше крещения. Хотя допускалось и раньше. Господь делал, сначала Дух Святой сошел, а потом крестились. Ну вот, я ему сказал, что я хочу креститься полным погружением в любом случае. Скорее всего, поеду к Игнатию Тихоновичу. Но он уже про вас наслышан. Я ему там наговорил уже всего, то, что смотрю ваши ролики. То, что вы такой прямо радикальный. Вы за истину боретесь. Конечно. Я православный. Я отвечать буду за всех, кто в поле моего зрения попадал. И ничего, ни одного слова моего нет. Это Игнатия, учение. Я 136 свидетельств. Сто! Тридцать шесть! Это глухонимые так показывают цифры. Я ни одного слова не добавляю к этому. Сказано, я обязан сделать. Да что препятствует? Евнух говорит, а что препятствует? Вот вода. И Филипп и Евнух сошли в воду. Не стал он черпать по-католически, как рисует крещение католическое. И православных также из раковины Христа поливает. Посмотрите крещение. Даже у нас икона такая нарисована. Ну вот он мне и говорит, ты тогда, если поедешь восполнять таинство, то ты должен благословление у епископа или как спросить? Я чего-то не понял. Говорит, письмо нужно написать, чтобы он тебя благословил, и ты поехал. Я говорю, хорошо. А если он не благословит, что дальше будет? То есть мне нужно объяснение от него хотя бы, почему он не благословляет. Он мне скажет, Игнатий Тихонович, мне не нравится. Но это не вариант. Я в любом случае поеду. Я говорю, а что толку-то о его благословлении? Я вообще не понимаю. Да как правило говорит апостольское, 50-е. Вот сейчас говорят, а кто вас благословил проповедовать? Бог благословил. Я ищу благословение, чтобы дорогой у нас там машина не сломалась. А благословение мне не надо просить. Вот я сейчас молюсь. Мне не надо просить благословения. Я к Богу обращаюсь. Ты-то зачем путаешься под ногами архиерея или патриарста? Я и Бог, мы двое, между нами прокладки не нужны. Бог повелел, идите и проповедуйте Евангелие. Какие благословения-то? Хоть я не верю в Бога, Бог сказал это, значит, что оно и благословил. Господь не заставляет делать то, что не благословлено. Они совершенно как лишенные разума. Батюшка благослови, батюшка благослови, батюшка благослови. Он засел Христа. Люди-то не приходят, батюшка, давайте помолимся, чтобы меня Бог благословил. Они же так не просят. Батюшка, он все решает. А я тебя не допущу до причастия. Он причастием играет. Это самая страшная игра на земле. Они не допущу, будешь делать так, будешь трещаться. И они идут на что угодно. Если женщина, жена уверовала, по-настоящему желает, а он бывает еще, не дай Бог, в алтаре прислуживает, священники на нем пашут. И они на что угодно идут. Разбедись тогда с ней. Даже на такое идут. Он начинает ее угнетать, вплоть до рукоприкладства. То ты давно не причащаешься. Она готовится к окрещению. Поняла, что не крещеная. И готовится. Так они ее гнобят там как угодно. И при том, это не один случай. Это по всему миру они такие. Изверги. Я говорю, почему Господь посылает, говорит, идите по всему миру и проповедуйте. Почему вы людям-то это не говорите? Сектанты знают. Православие только фикция одна сегодня. Ее уже практически нету. Нету православия. С православной церковью покончено. Об этом Феофан Затворник говорил еще. А то, что есть, это крошки. Ну, поэтому я, скорее всего, даже не сильно буду обращать на это внимание. Я просто сделаю, как говорит Библия. Не надо обращать внимания. Зачем? Когда Бог повелел, а я пойду кого-то спрашивать. Бог тебя просто отвергнет. Ты Богу не доверяешься, а доверяешься грешному человеку. Зачем ты нужен такой? Бог сказал, кто отца или мать, или епископа, больше меня сонят. Не достоин меня. Даже родных и близких. Написано, если не возненавидит. Лука говорит. Ты должен возненавидеть это слово, которое он говорит. Он Богопротивный. Понял. Владимир Тихонович, ну, я уже все полностью отвердился своим решением. Мне вот еще про бороду. Я ее стал отращивать где-то, ну, получается, месяцев пять назад. У меня сейчас восстание прям конкретное от всех родственников, от всех просто меня так гнобят, что я такого даже не ожидал. Но я думал, что что-то начнется. Но до такой степени это уже, конечно, кошмар. Вот, ну, я все-таки на своем буду стоять и дальше вот бороду буду отращивать. Так, вы допустили две ошибки, я прерву вас. Смотрите, отращивать выкиньте, ее не надо растить. Ты не выращиваешь ее, от тебя она не зависит. Я перестал брить, вот и все. Бороду не отращивают. А как ты отращиваешь-то? Скажи, какой метод? Ты ее посыпаешь, как-то тянешь за волосы. Нет, конечно, она растет ночью и днем. Я перестал вскабрить лицо свое. Замените это слово отращивать. Я перестал бриться. Она растет по повелению Божию. И теперь они восстали против образа, который Бог дал. И вот ваша борода, которой ни одной волосинки не прикасайтесь, она обнаружила, что это лицемеры вокруг вас. Никого не ставьте выше Бога. Никого. Тебя Бог сотворил, Он мог сотворить тебе весь глаз. И ты бы сказали, вот не брей бороду никогда, и тебе глаза вернутся. Ты бы согласился? Слов даже нет. Так воображаешь себя таким. Прикинь. Ты сейчас против падешься, Бог ослепит или еще что-то сделает. Он тебя создал. Этот образ, лепота, красота. Высшей красоты нет на земле. Как образ человеческий. В церкви поется, и в лепоту, в лепоту обличейся. То есть Христос принял плоть человеческую, а Девы Марии и Духа Святого. А я в этот образ буду... Посмотри на икону православную-то. Апостол с бородами, пророки с бородами, Христос с бородой. А это по обычаю мира сего, блудодейная ересь. Это блудство. Две мамы в семье. А ты скажи, теперь я папа настоящий. Мужчина, он вид должен иметь такой, как Бог дал ему. Как Александр Невский. Он с бородой был и говорит, вид воина должен внушать ужас супостату. Чтоб только глянул, понял, кто перед ним стоит. Понял, братец. Ну, я сделал такой вывод, что против бороды восстают все подряд. Ну, получается, это, получается, сатана делает, правильно? Он ненавидит образ. Конечно, сатана. А кто же? Ну, они должны восстать сначала на Христа. Дальше Бог это сотворил. Не растет она у меня до 18-16 лет. Ну, кто это сделал? Почему она у ребенка не растет? А если растет у женщин, это считается, какие-то гормоны сорваны ненормально. И мужчина бритый, это женоподобно. Это даже не мужчина. Это так, осклизлый обмылок. Нам православным заикать себя бородей не надо. Ты пойди по храму, внимательно посчитай, сколько. Безбородых только два. Это Иоанн Богослов, ему там мальчишка был. И Пантелеемон, он еще был студентом. Вот и все. Это и понятно. Я заикнулся, что мы можем в любой православный храм пойти. Ну, я сам протестант просто как бы. Я просто так говорю, что православный храм. И у любого батюшки, чтобы мама спросила, что борода не только священнику нужна, но еще и людям верующим в Бога, в истину. И я потом подумал так. Так я сейчас приду к этим батюшкам, так они могут еще и сказать, что и бороду не надо. Так я подумал, зачем я это вообще сказал. Она сейчас пойдет, и батюшка скажет, ну пускай сбривай. У меня знакомые есть такие, притом в разных республиках люди из протестантов пришли, бороду стали отращивать. Я говорю, первое нападение будет женской половины. Почему? Это блудодейная ересь. Блудодейная, я вакуум так назвал ее. И они будут против. Она и тебя касается. Ты на работе, ты не видишь. Никакой вреда-то им нет. Они на другом уровне могут только догадываться. Это сатана делает. Посмотри, Фридрих Энгельс какой, учителя Карл Маркс. Посмотри, какие бороды. Ну открой, даже Ленин и тот с бородкой. Вот Ленин сидит там 30 самому старшему, 6 человек или 7 их себе, бабушкин, все до одного с бородами. Его отец Илья Николаевич, инспектор, это большое звание, генеральское. И там его такие же сотрудники, все до одного с бородами. Это языческий мир, вторство, по стихии мира. А за чего скоблет-то? Во-первых, портит кожу, она стареет. А здесь ничего не надо делать. Она есть, она прикрывает, у нее мои гланды никогда не болеют. Это уже доказано. Потому что это для тебя, вот оно как, прикрытие. Но ты сам посмотри, пройдись по русским, которые были люди. Посмотри на художников, какие были, какие были военачальники. Все были с бородами до того времени, пока Запад сюда через Петра не хлынул. До Петра вообще этого никто не знал. Их считали, как псы смердящие. Владимир Тихонович, а как вы думаете, вообще, если она пойдет к батюшке, он может такое сказать, что надо ему сбрить бороду или нет? Ну, сказать можно все. Ну, понятно. Он обоснует как-нибудь. Никак не обоснует, никак. Даже и мыслей таких не держите. Она пойдет, она скажет. Ну и что она скажет? Ну и пусть говорит. У нее право есть говорить. Но только за это право придется отвечать. Ну, а священник тебя что-то сделает? Ничего не сделает он. Никак иконы. Я подражаюсь святым. Замажьте все иконы. А когда замажешь, сбреешь. И тогда не сбрею. Вы образ Христа должны замазать. А когда замажем образ Христа, сбреешь. Нет. Вы должны, в первую очередь, сами меня создать, а не Христос. А вы меня создать не можете. А он меня вот таким создал. Я его покоряюсь. То есть вы доведите до нужной точки. Говорит святая Библия, святые отцы. Обродобрите его материал. Могу сегодня же отдать его. Скажите, Игнатий Тихонович, а может быть, в святых отцах где-то написано, что именно дьявол противоборствует Божьему образу? То есть он его ненавидит, чтобы они как-то это описывали? Или как-то есть такое или нет? Чтобы образу этого не было. Этого не знают. Это, допустим, мусульмане. Это не христиане. И у них, чтобы борода, они подстригают не меньше 6 сантиметров. Да коим, чего я буду доказать? Они Библии-то не верят. Но они понимают, что это так. Да главное, арабы, которые это мусульмане, у них, если было ранение в бороду, они предпочитали умереть, говорит, нежели дать сбрить бороду. Поэтому он раздвигает и где-то здесь вот волосинки три там вырежут и дальше должен заштопать. Это другой менталитет. Я про одного читал, афганец. Там приехали с запада женщина, врач хороший, хирург. Ну и попала к афганцам, раненым, когда воевали. И когда он дождался его очереди, он глянул туда, а там женщина. И он вышел, а у него видно загноение раны, такая рана на руке большая. Он говорит, а почему не пошел? Это женщина там, я не знал. А тебе-то какая разница? А я могу поморщиться от боли, она что обо мне подумает? Да у тебя до кости разорвано все, иди. Боюсь, что она подумает. Понимаете, да у нас даже когда брали в плен в Афганистане, его ведут на расстрел, он плачет и говорит, ай, ай, рушави, нехорошие люди. Плачет, тебя ведут, ты у Аллаха будешь. Да разве можно плакать, ты должен радоваться, умирая. Вот как надо воспитывать, чтобы не улыбаешься на смерть. А тут из-за бороды трясутся, баба его, говорится, не узнает. Ладно, понял. Геннадий Тихонович, следующий вопрос такой. Я как-то в интернете наткнулся на ролик, где вот Невзоров поносит православную церковь. Там Чаплин или кто против него? Да, Чаплин, Севолок. Да, и вот мне как-то странно стало, что Чаплин даже не мог нормально конкретно ответить ему, у него только два слова было, и все, что он антихрист, или кто он там, все. А Невзоров как хотел, так и поносил. Если Чаплин не может ничего сказать, зачем тогда вообще на эту программу было идти? Я вообще не понимаю. Зачем это нужно? Будто бы, я источник не знаю, но будто бы, сами они сказали так, священники, патриарх запретил встречи с Невзоровым. А у меня 32 ролика беседы Дневзорова я разбираю, лично я не встречался с ним. Его беседы, наиву я бы ему также мог сказать, я показываю, у него много хорошего. Это хорошее надо было принять. Я советовал бы им там Чаплина, других избрать, чтобы они пришли к нему и сказали, Александр Глебович, давайте по новой, начнем с новой страницы. Вот что вы нам против говорили, скажите, мы все запишем и рассмотрим. И что полезное, потому что враги-то нам лучшие друзья, и мы это примем. И за тебя будем молиться крепче, чтобы твое безумие кончилось. То есть он же в семинарии учился, он осатанел совершенно. Он похуливший Духа Святого по всей вероятности. Но я за него молюсь каждый день. У меня отношение другое, чем у них. Я просто молюсь о нем. Я видел, как он, побежали от него там священники-то, они сразу ролик выставили, смотри, какая энергетика этого нашего Александра Глебовича, как эти черные-то побежали от него. Это легко было доказаться, этого делать нельзя было. Надо было спокойно выслушать, вот как там Кротов иногда приходит, или Михаил Ардов, священники. Выслушал, дальше ответил. Если есть что-то, а нет ничего, промолчал. Но он же не бросается, Тихон Шевкунов, он не хватает стакан-то, не кидает, как Жириновский. Что в столе есть, и у него там это, так называемый, Антео Сарионов-то. Да мало ли провокаторов. Ты должен спокойно выслушать, как на суде. Ну там просто люди сидели, и как бы все, все вот видели, что проигрывает сторона православная, и поэтому как-то... Ну мало что проигрывает. Проигрыш это не означает, что ты не спасенный будешь. Ты плохо подготовился. Уверующего проигрыша не может быть. Нам дана заповедь побеждать сатану, под ноги сокрушать его, сокрушать его в голову. Но тебе сразу не удалось ничего, помолюсь и поможет. Объявлю еще дополнительный пост. С невзором можно разговаривать. Я об этом говорил в Москве, что с ним поступает неправильно. Вот эти вот идеи, которые плясуньи-то плясали, их там судили, церковь-то поддерживала судебные органы. А это не надо было делать. Я им советовал запереть храм, три месяца в него не заходить и только молиться. А к ним пальцем не прикасаться. Храм осквернен, а потом заново его осветить. И не Москва, а вся Россия была бы с вами. Вы бы плакали около канала-то там, чтобы воды там переполнило слезами канал имени Москвы. Они ничего этого не делают. Они понимают только через власть и душить. Вот как сейчас вышел этот фильм «Левиафан» сращение власти мирской и религиозной. Они не берут ничего для себя, только злобятся и злобятся. Это нельзя этого делать. Человек, движимый Духом Святым, он все рассматривает во свете Библии и открытым окном смотрит на все. Геннадий Тихонович, пока я не забыл вопрос, сразу задам. Вот сейчас, получается, в протестантской церкви нахожусь. Ну, понятно, что хочу креститься летом и уйти в православие. А сейчас в храм вообще можно ходить, причащаться? Нет, причащаться, как вы можете, когда они крещены. Ходить в храмы вы обязаны, к теме больше не ходить. Вот только церковь их никогда не называйте. Протестантцы – это не церковь. Это секта последователей Дафана, Аверона и Корея. 16 глава чисел. Это церковь одна. Одна. Их не 10, не 15. Тем более, не в 17 веке Христос основал церковь, создал-то. Врата они одолеют. Значит, нечего говорить, что она пала или что-то. Да, много отступлений, но она осталась в церкови, святой и непорочной. А эти люди числятся, а у Бога их нету. Они просто отсутствуют. И все. Понял. Такой вопрос, Игнат Тихонович. Вот протестантские собрания, так сказать. Да, собрания. Вот люди-проповедники, да, много духовных всяких тем проповедуют, там, знают очень много. У них даже есть какие-то личные отношения, скорее всего, с Богом. Вот мне интересно, почему Бог им не открывает, что они являются в мире настоящих? Вот мне интересно, если они общаются с Богом, почему вот им хоп и не даст? Вот как? Потому что они дальше заблокировали, сами себя не идут. Само правильно, вы слышали такой Питер Голквист? Не знаете такого? Я сейчас покажу вам минутку. Посмотри внимательно. Вам видно, нет? Да, да. Вот это книга. Вот она. Запишите ее. В интернет зарядите, и вы увидите фотографии все. Это вот две тысячи примерно баптистов пришли сразу в православие. Там, кажется, девять диаконов сразу или больше поставили. Они пошли самым правильным путем. Они, говорят, мы чувствовали, как пустота какая перед нами. Разбития духовного нет. Ни поста, ни креста, бороды, галстуки. То есть они не понимают, что они мирские люди. Они обольщаются, что говорят красиво. Красиво говорил их Картавый Ильич, сброневичка. Это ничего не значит. И вот они решили так. Вот литургия православная, говорят, без литургии нет причастия, нет таинства, нет присуществления хлеба в тело, а вина в кровь. И давайте ты будешь этим заниматься год. Поднимай всю литературу. Так, а вы об устройстве храма. Другой взялся. Там об одежде священников, о поклонении ангелам. И они распределили, сколько там, 10-20 человек. В течение года, говорит, перелопатель. А потом сошлись вместе и стали говорить. Все 100% ответили, мы не церковь. Все. То есть они пошли путем анализа и посмотрели. То, что все было сначала одинаково у всех на земле, это говорит о том, что это проверять не надо. Почему? А все с вами во все дни до скончания веком. И если Христа не было, Духа Святого не было там, где вот так, как везде одинаково, значит его тогда нигде не было. Его нигде больше не было. А по-другому никогда не было. То есть без рукоположения от апостольских времен, апостола, епископов, епископов других, если до наших дней это разрыв есть, первый, как у сектантов, у протестантов, сам себя рукоположил. Это ложь. И никогда по-другому не было. А исторических называется католическое, православное, григорино-армянское, копское, сирское. У всех это твердо держится. Это проверять даже не надо. Рукоположение 7-7. Евреям, без всякого прикословия, меньше благословляется большим. Речь идет о рукоположении. Евреям 7-7. Титу 1-5. Титу 1-5? Да. Для того я тебя оставил, чтобы ты довершил недоконченно. И Деяние апостола 14-23. Это так. Но самое главное, это, конечно, числа 16-я глава. Вопрос ко всем протестантам. За что такой единственный, за мировую историю, был убогий гнев на людей? Живьем в ад. Они ничего не сделали, кроме того, что хотели восхитить право священства. Это сектанты. А это были образы для нас. Заучите эти слова наизусть. То есть, 1 Коринфянам, себе черкните, 10-я глава, 1 Коринфянам, 10-я глава, двоеточие, 6-11. 6-11 стихи. Это были образы для нас. Все время этим пользуются. Все Ветхозаветнее указывало, как это будет в Новом Завете. И мы оттуда черпаем это. Там Оза, это 6-я глава Исаия. Исаия, 6-я глава, запиши. Не Оза, Озия, царь. Царь угодный Богу был. И решил взять кадила кадить. И Бог сразу покрыл проказой. За что? За что? За то, что ты царь. Из Зиудина колено. А это Ливии на колено. Ты вторгся, не в своей области. Бог сразу покрыл проказой. А в другом месте там писано Оза. Когда везли ковчег, он наклонился. Помните? Он решил поддержать. И Бог сразу его убил. За что? Он же отвечал за сохранность того, держал этот ковчег, этот ящик. И Бог убил. Почему? Прикасаться нельзя. Наклон церкви управляется не человеческими силами, а божественными. Он не мог упасть. И церковь не может исчезнуть. Никакого протестантизма не нужно. А то лютер был, епископ, он даже священником никогда не был. Он был монахом простым. Симонсмен, он был священник, но только и всего, он не епископ. Рукополагать у никого не мог. Священник не может рукополагать, потому что меньше благословляется большим. Все четко здесь должно быть. И Бог не открывает, почему. Я думаю, только за человеческое не отвергли самого себя. Они отвергли посты, сняли кресты. А сегодня уже доказано, что означает крестное знамение. Я вам могу этот материал выстоять. Научным путем многолетние исследования. Какая сила идет от этого. И когда молится человек и говорит, и что из этого произрастает. Благословил, допустим, произрастить зерны, там еще там скотину. Крестное знамение. Если как попало куда-то сует, они на плечо. Другая сила, процентов 15 отнимается. Если говорить эти слова неверующий, крестится. Там процентов 5 только остается. Это все доказано уже. Я могу выставить просто материал этот. Инна Тихонович, в последние времена в Библии написано в апокалипсисе, что дьявол даже и верующих обольстит. Мне был такой интересный вопрос к вам. Вы как думаете, в последние времена можно выдержать натиск дьявола, например, вам? Как вы считаете себя внутренне? Так а зачем же мы молимся, избавив нас от лукавого? Господь, даю им всякую власть наступать на силу вражию. Змеи, скорпионы, это все нечистая сила. Другого не дается никогда. Нам дано право не бороться, а побеждать его. Это послание к римлянам, 16-я голова, 20-й сих. И римлянам, 16-20. И к евреям, 2-14, запишите. Победа над дьяволом. И можете записать попутно Матфея, 16-28, 29. Ну, там же говорится, что даже верующих получается. Я что-то не могу понять. Верующие, то есть люди, которые, они тоже от Бога. От Бога, от Бога. Сатана многих побеждает. И это предсказано было. Будет жалить в питу. То есть там, где соприкасаемся с земной, и где они отреклись от земного, он там их жалит. То боится, что борода не засмеялись, то еще что-то. Вот тут он тебя и жалит. А ты наоборот, как знамя неси. Наконец-то я понял это. Бог меня выводит. Тут называется как? Домой. Домой от протестантизма. Вот она вам. Видно? Угу. Вот. Это она, книжка-то совсем и небольшая. Ну, там 243 страницы. И тут со снимками. А сегодня это все там выставлено. Зарядите просто. Питер Гилквист. Вот, запишите его. А ты записал, записал. Вот. И вон зайдете там, они храмы какой построили, как служат, как что. Все описано там. 2000 сразу пришли. А если бы сектанты исследовали, они сегодня все бы пришли в православие. Они не хотят знать. Им готовое даешь. Это не важно. Это не важно. Все не важно. Важно только утроба своя, не сытая. Я говорю, посты-то, почему не соблюдаете-то? Павел говорит, если брат соблазняется, я не буду есть мясо, пить вина вовек. Ну, вы соблазн-то какое даете православному-то? Вас не считают даже за верующих-то. А почему я должен не есть? Ну, откажись от колбасы, от молочного-то. Великий пост сейчас наступает. Я еще ни одного не сетил сектанта. А кто начинал поститься, пришли в православие. Павел говорит, я смиряю и порабощаю. Знаешь, как порабощать? Гнобить тело свое. Я порабощаю. Говорю, а как ты порабощаешь? Никак. Вот такие утробы. Это ложь. Это лживое христианство. Настоящее христианство, это узкие двери знает. Узкий путь. Пролезть себе туда надо. Христос постился, апостолы постились. А здесь поста не надо. Надо, когда надо, мы объявим. А, Феофан Затворник об этом хорошо говорит. Четыре причины есть, почему люди пост не соблюдают. Четыре. И все они сводятся к тому, что не хочу. Но когда умрешь, тебя сатана потащит в ад. Хочешь, говорит, не хочешь, пойдешь. В первую очередь, ссылается на болезни. На болезни. Дальше. Это не евангельское устроение. Это мы и так знаем. Дальше. Это не полезно. А дальше. Когда нужно пост, я сам знаю. То есть, вот какие причины. И все основывается на самохотении. А самохотение, это означает, ты первый шаг в христианстве не сделал. Христос говорит, кто следует за мной, не отрекся с себя и взял крест. Не достоин меня, не взял крест. Первое, это мое я должен разузнать. Кто я? Из чего состою, от всего этого отрежься. Что было, от чего отрежься. Ты тогда сам посмотри. Момент твоего отвращения от мира. На чем он зиждется? Что ты оставил? Петр говорит, вот мы все оставили. А там сети рваные были только. Но для него это все было. Все. Он этим питался. Что ты оставил? Ты опереди события. Я знаю людей, которые бросили очень много. Очень. Какие должности имели. У нас одно время в кочегарке сидели завод школы, заведующие поликлиники. Люди уже с большим опытом. А их нигде не принимали. И они сидели, в кочегарке работали, сбились в одну кучу. Это время советской власти. Им есть что вспомнить, что оставили. Другой родственники поднялись. Ты или... Пришлось одному остаться. Жена забрала детей. Другая одна из четырех детей у нее муж забрал. Привел любовницу. И она подвязается одна. Никогда она не помыслила о чем-то. Приняла монашество. И подпольные православные христиане были. И одна из них моя была самая близкая подруга. Десять дней не дождалась, когда я освободился. Только умерла бабушка. Сестра Антонина. То есть уверенность в том, что мы в последнее время только во Христе, получается, во Него только просить, получается. У нас ничего не зависит. Не надо... Он бессильный, он сражен Богом. У него нет никакой силы против нас. Он только соблазны может давать. Остальное это нам Дух Святой дает. Что сравнивать-то? И апостол Иоанн говорит, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. В нас-то кто? Дух Святой, Христос. Он прямо говорит. Мужайтесь. Я победил мир. Христос говорит. Мужайтесь. И даже мысли такой не допускаю. Я говорю уже давно за бугром. Мне 76-й год-то. Не 30 лет-то. Я даже ни разу не сталкивался и в жизни ни с кем не встретился. Кто бы сказал, вот такое искушение, так не победить, сатана нет. Даже не слышал такого. Не слышал. Потому что те, которые мне были препятствия, это тюрьмы. Ты не забывай только, самое страшное орудие, которое было у коммунистов, это психиатрия. Это не тюрьма. Когда уколами мучили, корежило человека. И меня 26 лет только психиатрия терзала. Не два года, 26 на память запиши. Самое ужасное, что изобрело человечество. И мне пришлось все это претерпеть, и ничего не могли сделать. Ничего, только крепше закалили. А тюрьмы, лагерь, смерть, где был я, я на суде сказал, два раза шагну, только на той стороне буду. Со мной Господь. Они у меня были, кандидаты, приехали, допрашивали. У меня 12 кандидатов наук на мне задействовано было. Какой у вас крепкий стержень. Но я подумал, был бы я на свободе, я вам больше рассказал. А у меня была переквалифицирована статья со 190 апреля на 70-ю, и срок в два раза увеличивается. Но я маленько потише там был. Не все сказал. Понял. Игнатий, следующий вопрос насчет Пасхи. Насчет яиц и куличей, и все остальное. Это как связано как-то с Библией? Ну как, это ни с чем не связано. Это обычай, простой обычай. Яйца, когда красит где-то. Я круто вареный, они все варятся круто вареный, я их никогда не ем, даже не беру. Но то, что есть, то я и... Вот дома, три с половиной минуты в кипяток, три с половиной, Володя сварит и все. Я не крашу никогда, это даже нет такой, Пасхи не пекут. Ну а если принесли хлеб, ну это хлеб, а то начинает в разное, ты знаешь, напоминает что-то, всякие гнусности, фалосы собирает. Я знаю эту бесовскую мудрость. Это не голодный. Ты даже буквально брошенный фалос сожрал бы в Ленинграде, будучи там блокадные-то. Это сатана просто им подкладывает слава, смотри, тут семя насеяно там, ой-ой-ой. Игнат Тихонович, а если вот как раз вот эти обычаи, да, вот яйца, как раз все остальное уходит в язычество, в корни, это как к этому относится? Никак, никакого язычества тут нету. Яйцо это единственный предмет, который говорит о воскресении. Вот оно яйцо, как в рабу, и дальше проходит время, разрывается, выходит птица для полета, так наша душа разрывает оболочку. Толкование это очень хорошее. Это символ никакого отношения. Не бери, не ешь, если хочешь, другим больше достанется. Я никогда не... Это судьи от сестра говорят, да? Я беру, допустим, приносят, когда сестры, но от силы две или три, которых очень хорошо знаю, которые родные, которые вхожи в дом, я никогда ни от кого не беру. Просто не беру, мне нужны нет. Притом надо он учиться самого себя наказывать. У меня отец бил без руки с войны, вот так, а нас 10 живых ребятишек было. Я помню, как они везли там, где ток был, отходы с мамой, а я считал книжку. Я увидел, они везут на санках, а уже таяло сыр. Я не побежал сразу навстречу к ним, а уже в 10 классе учился, а побежал, когда они половина прошли огорода, санки эти привезти с мешками-то. Я себе это у него мог простить, может быть, лет 20. Это курицам везли. Я сказал, яйца больше не ем. И меня никто не мог заставить, ни одного, круглый год, никогда. Потом стал разрешать себе на Пасху, там одно яйцо съесть. И только потом родители уже умерли, тогда только я себе. Они и не знали про это. Я безжалостен был всегда к себе. Я понимал, по-другому никак нельзя. Смиряю, порабощаю тело мое. Как я мог не побежать навстречу им? Вот, скажем, глупости маленькие. Но если я в маленьком узрел, то в большой ко мне не должно приближаться даже. Мне интересно это говорить. Скажут, а вы о себе говорите. Так есть, что говорить? Я ей, так покажи веру твою без дела, а я покажу и сделаю, Яков говорит. А что я говорю? Я пример показываю. Никогда себе не разрешай. Вот у нас снег в Сибири, сам знаешь, живешь рядом. И вот когда бывает здание какое-то, а через него с той стороны наметает. А там у нас от пригона, где коровы, туда денник выводят коров. И там метра три, наверное, нанесло снегу-то. А коров выводить уже некуда, они стоят тут заперти. Я однажды выпил, выпил лишнего. Выпил, почему? Я говорил, я пить не буду, а вот через год я выпью в такой-то день. То есть сам себя это, вроде я, волевой такой. Ну и правда, я выпил, выпил, да и лишнее пришел в клуб там. Гляжу, у меня лампочка одна на два раздвоилась. Я вернулся домой. Ну и лопату в руки вил и пошел резать пластами и выкидывать снег. А снег далеко бросает, он откатывается и по избе-то маленько бьет. И мама проснулась и слышит, кто-то стучит в дом. Не могла понять. А утром-то вышли, весь денег я освободил. Я там за троих. Разделся и пошел. Почему? Я себя наказал, больше в рот не возьму. Все. За маленький проступок себя нужно терзать. Это всегда делали святые, накладывали эпитимью. Эпитимья церковная для этого и дается. Увеличить молитву, пост. И все, дурь отошла. А то наркотик не могли. Я в это не верю. Алкоголизм, болезнь, наркозависимость. Нет болезни. Одержимость дьявольская. Это не болезнь. Понял. Геннад Тихонович, а вот дьявол, он же знает все мысли людей, да? Он их читает? Он только догадывается. Когда видит, как человек морщится, к чему он склонен, жизнь нашу видит. Ему не дано знать мысли, он не знает их. Он совершенно не знает их. Когда верующий, он не может знать. У меня мама, ну она верующая была глубоко, но у нее три родных брата, мои дядья, Макар, Филарет, Умануил. Были взятые там 18, 20, 22 года, кажется, так были. И все были артиллеристами, и все погибли. И приехал большой гипнотизер, и другим стал говорить, кто у кого. И вот она, он ее усыпил, усыпляет ее-то. И она говорит, я хочу видеть брата Тимофея. А это было после войны, там прям совсем рядом где-то. Я маленький был. И он ее усыпил и говорит, иди, что видишь? Она видит людей. А что там? Ресторан. Она не может прочитать ресторан даже. А где находится в России? Он спросил. Она спрашивает его. Он сидит за столом. Много людей. Ее спрашивают, он ее спрашивает. Что ты там видишь-то? Город там. А вернешься ли ты домой? Тебе это не надо знать. Вот и все. То есть она говорила, моя мама это увидела, и решила узнать про своих братьев. И она пошла. Это грех. Она пошла, не знала этого, потому что на учении никакого не было. А вера-то была. И вот он ее там, у нее стеклянная такая палочка, он перед глазами воет. Раз, никак не может. Потом. Бабка. Тетка, а ты молитвы не читай. Тетка, тетка, говорит, тетка, ты молитвы не читай. Она, я говорю, тяжело считаю живые помощи, 90-й псалом. И он ничего не может сделать. Ему ничего не сделать. Никакой Кашпировский, ни Чумак, ни сама Чума ничего не сделает. Я с Богом. И вот-то во мне больше того, кто у вас. Я с цыганами многократно встречался. И один от цыган прячется, а я наоборот их искал, сообщество-то. Им свидетельствовал. Так они меня как увидят, прятались за колонны в магазинах. Друг друга хватали, тащили, боялись просто. Как-то в вагоне ехали, в электричке-то. Ну и подошла. Я могу рассказать, вот что впереди. Я говорю, давай, согласен. Ну так сначала я тебе расскажу, что тебя ждет впереди. Я ей как начал говорить. Они как схватились из вагона, все вылетели в другой вагон. Тебя муха ждет, служительница дьявола. Я для нее был недосягаем, и даже в мыслях не было. А он слышит сатана, что вы говорите, да? Он это слышит и трепещет. Крестным знамением отрекаюсь сатаны, всех дел его, всех ангелов его, гордыни его и всех сатрапов его. И все, кверх тормашками летят. То есть молиться про себя не надо? Как? Про себя молиться не надо? Да молиться как раз и надо про себя. Но иногда и слух можно сказать. Но чтобы сатана слышал и трепутал. Которые мысли у тебя, эти мысли он считал. Ну бабки-то сказал, матери моей-то. Ты что молишься-то? Это по выражению лица, видать. Он психолог большой. И психолог, он определяет, о чем. То есть он не знает конкретно мысли. Вот вы сейчас напряженно, я гляжу, вы думаете, задумались, наверное. У вас какая-то потеря была родных? Я говорю, да не родных. Я услышал землетрясение было там в Армении. Он догадался, что что-то связано. А он не может сказать о чем. Но меня он давно знает и видит, как я наморщил лоб. Я уже с ними беседую, психологами. А как вы узнаете-то? Людей очень просто узнавать. И действительно теребит, что-то говорит. У меня было такое. Ребенок бросил хлеб в туалет. Я начальник детского лагеря, основатель-то. Но мне надо было найти его. Я его высчитал мгновенно. Руки на стол и пошел по рядам. А почему? Я много читал, занимался этим. Я гляжу, как у него ресницы в это время подрагивают. Как он до этого себя вел неспокойно. Понял. Я просто сделал выводы, почему он читает мысли. Это то, что он может подкидывать людям сны, получается. Нет, это мы говорили об этом. Он сны бывает... Вот если вы смотрели, я ролик недавно поставил. Да, да, да. Это от дьявола. Если крест видел, это от Бога. Остальное надо рассуждать еще. Он видит, чем мы заняты. Какие движения руками. Я говорил там про одного, когда его засасывало там. Он другого не мог видеть. Он всю жизнь около дыры простоял на вахте. Еще черной дырой засосало его. Так, понял. Игнат Тихонович, вот еще вопрос. Вы много раз говорили, что со святыми в некоторых местах вы не согласны. То, что они говорят. А как могут святые отцы ошибаться, если они были руководимы Духом Святым? Я не понимаю. Очень просто. Серафим Саровский Духом Святым движимый. Сказал слова стяжания Духа Святого. А говорит, иногда, говорит, я делал сам, когда Бог меня покидал. И я ошибался. Человеку свойственно ошибаться, увлечься. Апостолы, даже апостолы были подвержены этим. Но когда писали они, Бог говорит, бодрствуй над словом моим. А до этого было, соблазняли, недопонимали друг друга, еще только не было. Пока не обратились. И даже в простых словах сказал Петр, да не будь с тобой. Господь сразу определил, от кого это. Отойдет от меня сатана. Сатана незримая, он через кого-то действует. А сон, ну сон-то о чем думал. Я говорю о чем, я все время сны у меня повторяются. Потому что я наиву этим живу. Я вот услышал сегодня, беседует Душенов. И я сразу на молитву. До того я знаю, как он страдал и прочее. Мне охота бы с ним встретиться. Но неудача была нынче с машиной. Нас он ждал уже в Санкт-Петербурге. Я сразу скорбеть начинаю, скорбеть перед Богом. Не пришла на богослужение одна девушка у нас. Я узнал, где она была. Я дальше начинаю беседовать с самыми близкими родственниками. Зачем она ушла? Почему? Она не будет иметь того, что у нас есть, что было в воскресенье. Я уже о ней начинаю плакать. Она уже отходит. Отходит. Она там ничего не имеет. Она себе пришла, одетая по нашей форме, другим стала говорить. Вот это бы да. Для этого нужно посылать туда. А просто, что тебя там размотерили, тебе ничего и не было тогда. Я скорбеть начинаю. Понял. Иван Тихонович, ну все это, в принципе, все вопросы. Я вот хотел бы вас спросить информацию, где можно увидеть, когда вы крестите и когда в лагере у кого-то. 12 июля. 12 июля, воскресенье. Первое после 7-го. Запомните, всегда. 7 июля. А 12-й день Петра и Павла. То есть 7-го или 12-го? 7-го. А 7-го это Иоанна Крестителя, а после 7-го первое воскресенье. Если получилось 7-ое на неделе. После 7-го. Тогда мы в первое воскресенье после 7-го. Нынче попадает на 7-ое, попадает на понедельник или вторник. Поэтому у нас попадает теперь на 12-ое. И в лагерь хочу как бы с сынишкой приехать в Памп. Да. Да. Берешь с собой обязательно на каждые две простыни наволочка. Все остальное есть. Потому что стирать там не разбежишься. На чужое ложить это не дело. А поэтому вы сами свое придете, сняли. Одеяло у нас есть, там все дадут. Поехали, если можете, хлеба всегда наберите. Остальное все есть, там можно купить. А хлеб с хлебом тоже затруднение. Нагрузил там, сообщил когда ей. Если каким-то по этим поездам, которые заранее узнаем Барнаула на нашем полустанке, тогда легче слазить. А если тот, который московский, тогда корчено. Нам 15 километров, 20, за вами надо ехать. Это тоже трудность. Но надо договориться заранее. Узнать, какой поезд идет. Какого числа в лагерь? Лагерь до 10 июня должен открыться. Июня. Июня, это мой день рождения. Раньше мы открывали более ранние сроки. Но сейчас стало почему-то заморозки, холодно. Мы приглядываемся, как другие лагеря открывают. И стараемся в один день с ними открывать. И до какого числа получается в лагере? До 2 августа. Лагерь до 2 августа. Раньше было до 1 сентября. Потому что там у нас учитель и другие. Там требуется в школе ремонт делать. А 2-го это день лагеря. Это 15-я комиссия нападения на нас была. Полная победа одержана. И мы его прозвосили днем в лагере. Это день пророка Ильи. 2 августа. Рад, Игорь, у меня еще много вопросов. Но это уже потом, в следующий раз. Я вам позвоню. Вы видели, когда у нас день общины какой был? Собрание. Я смотрел, смотрел. Ну вот. Я сегодня выставил, как тут я утром рассматриваю. Жириновский с новодворской. Там голубя. Последний самый ролик. Самый последний. Посмотрите. Хорошо, посмотрю. Обязательно. Будет интересно посмотреть, как голуби тут у меня под ногами. Это я видел. Я видел этот ролик. Нет, тот не видел. Это второй, сегодняшний. Утром сегодня его сранили. Нет, а с голубями-то, которые он вчерашний, да? Это сегодня утром записали моего. Утром, надо записали сегодня. А я вчера какой-то с голубями. Это другой, другой. Это другой. Мы в это втесались, в ту тему, которая была. А, все, я понял. Борьем. Ну все, тогда. До свидания. До свидания. Благодарю. Всего хорошего. Всего хорошего.